Почему я выбрал именно такую модель, когда стопа заваливается в вальгусную позицию? Очень важно заниматься с детьми с самого раннего возраста и исправлять этот вальгус. В первую очередь я хочу сказать, что спортивные кроссовки – это не обувь для повседневной носки. Ощущение было, что я падаю назад. Вот в чем, по сути дела, ключевое отличие естественного бега от спортивного бега. Обратите внимание, какая у них форма подошва. Оба кроссовка 45-й размер, но посмотрите, какая разница в форме. Я купил необычные беговые кроссовки. Часто их называют ортопедическими, но это не ортопедия. Часто их сравнивают с босоногой обувью, но это не босоногая обувь. Это очень необычный, интересный инструмент для спортивного бега. И в этом видео я расскажу вам об особенностях данного вида кроссовок, о причинах, почему я выбрал именно эту модель, а также расскажу вам свои эмоции от первой примерки. Это бренд Альтра, разновидность кроссовок Торин. Поехали! Итак, друзья, в первую очередь я хочу сказать, что спортивные кроссовки – это не обувь для повседневной носки. Очень часто вижу маленьких детей, которые бегают по улице в кроссовках и даже в спортивных кроссовках. Друзья, кроссовки – это обувь для спортивного бега. По сути, это амортизатор. Спортивный бег и естественная биомеханика стопы – это разные вещи. Когда речь идет о детях, им противопоказано повседневное ношение спортивных кроссовок. Если вы хотите больше знать о развитии детских ножек, о связи с осанкой, о вальгусе, о плоскостопии, переходите по ссылке в описании моего профиля в воскресенье семинар «Здоровые ножки и осанка с детства». Он бесплатный. Приглашаю всех осознанных родителей. Итак, чем же отличаются вот эти кроссовки? Какая у них уникальная особенность? Это бренд «Альтра». Он появился в 2009 году и, по сути дела, произвел такую мини-революцию в спортивной обуви. Идея была какая? Они полностью убрали перепад с передней части и задней части. То есть теперь толщина в переднем и заднем отделе у этих кроссовок одинаковая. Большинство кроссовок имеют дроп. Что такое дроп? Это как раз тот самый перепад высоты подошвы. Классические кроссовки «Асикс», в которых бегает, наверное, большинство атлетов, они имеют толщину в области пятки на 1 см больше, чем впереди. То есть пятка имеет как бы каблучок толщиной 1 см. А вот в этой модели, в «Альтре», такого перепада нет. Подошва здесь состоит из пены. Эта пена имеет одинаковую толщину и сзади, и впереди. Причем здесь она в этой модели составляет 3 см. 3 см толщина подошвы. Она замечательно амортизирует. Она обладает такой эластичностью. Она не очень гибкая, но она имеет вот такой вот загиб в переднем отделе. Вообще, для чего нужен загиб в спортивных кроссовках? Когда мы бежим, мы должны как бы перекатываться. То есть нет активного выталкивания пальцами. Есть перекат стопы. А выталкивание осуществляется за счет бедра и ягодичной области. Вот в чем, по сути дела, ключевое отличие естественного бега от спортивного бега. При спортивном беге стопа работает как колесо. А при естественном беге стопа активно выталкивается пальцами. Где важен вот этот перепад? Почему кроссовки изначально делались с дропом 8-10 мм? Потому что у бегунов очень часто проблема с ахиллом. И если у спортсмена проблема с икроножной мышцей, с ахиллом сухожилием, ему нужно немножечко приподнять пятку, чтобы защитить ахилл. Кроме того, для тех спортсменов, кто бегает с пятки, здесь всегда была более толстая прослойка для лучшей амортизации. А впереди она всегда была более тонкая. Следующий важный момент, который отличает вот эти кроссовки. Обратите внимание, какая у них форма подошвы. Она очень широкая впереди, да, согласитесь. Необычно смотрится, быть может, даже как-то громоздко на первый взгляд. Но в этом есть большой смысл. Я специально взял, достал стеречку из второго кроссовка. Посмотрите, какую необычную форму имеет данная стелька. И достал стельку из своих адиков, которые я использую для повседневной носки. Смотрите, оба кроссовка 45 размер. Но посмотрите, какая разница в форме. Adidas более узкие. И несмотря на то, что это один и тот же размер, посмотрите, какая разница в длине оказалась. Все благодаря тому, что форма переднего отдела у Альтры более анатомична. И ей не нужно иметь больший запас впереди. Вот если я в Adidas взял бы размер меньше, чтобы он соответствовал длине, вот как у Альтры, у меня бы палец, большой палец, уже вот здесь бы упирался. И мне было бы неудобно. Поэтому 45 размер Adidas имеет вот такую длину, а 45 размер Альтра имеет длину на сантиметр меньше. Все это благодаря анатомичной форме. К тому же, если встать на стелечку, вот на такую, конечно же, вы увидите сразу невооруженным глазом, каким образом чувствует себя передний отдел стопы вот в этой обуви. Передний отдел широкий, и пальцы здесь не зажаты. Каждый пальчик получает возможность естественно работать. Поэтому это, на мой взгляд, очень хорошее качество. За исключением тех людей, у которых есть распластанность, деформация и нестабильность переднего отдела стопы. Вот для таких людей нужна более узкая обувь, которая обеспечит хорошую боковую поддержку переднего отдела стопы. Отдельно хочется сказать про спортсменов с гиперпронацией. Что такое гиперпронация? Когда стопа заваливается в вальгусную позицию. Поэтому вот эти кроссовки, они не предназначены для спортсменов, у которых есть тенденция плосковальгусной деформации стопы. Конечно же, этот вальгус возник не во взрослом возрасте. Это все из детства. И очень важно заниматься с детьми с самого раннего возраста и исправлять этот вальгус. Включать те мышцы, которые стабилизируют стопу. Поэтому я не устаю вас приглашать на мой бесплатный онлайн-семинар «Здоровые ножки и осанка с детства». Регистрация в описании к этому видео. Переходите по ссылочке и увидимся на семинаре. Есть модели у любого производителя, в том числе и у Альтри, для людей с гиперпронацией. У них вот здесь есть поддержка для свода стопы. Как альтернатива можно изготовить в самые обычные кроссовки индивидуальную спортивную стельку. Современные профессиональные системы для спорта – это термоформуемые стельки, которые просто вставляются взамен своей родной стельки и обеспечивают поддержку свода стопы. Но вот в такие кроссовки данная стелька не зайдет, поскольку форма тех стелек, про которые я говорю, она скорее ближе вот к этой форме, чем вот к этой форме. Поэтому тут есть нюанс. Поэтому если есть тенденция к завалу стопы, гиперпронации, лучше сразу покупать модель, которая рассчитана под стопу с гиперпронацией. Ну и мои первые ощущения после того, как я надел эти кроссовки, ощущение было, что я падаю назад. То есть мозг мой уже привык, что в спортивных кроссовках у меня есть каблук. Задняя часть подошвы толще, а здесь такого нет. И вот я стоял, и такое ощущение, что я сейчас завалюсь назад. Но, тем не менее, только поначалу. Постепенно мозг за первые, наверное, 300-400 метров перестраивается, и возникают совершенно другие ощущения. Во-первых, ощущение вот этой свободы в переднем отделе. Когда каждый твой пальчик, ты его чувствуешь, как он работает самостоятельно. Это фантастическое ощущение. Но очень важно понимать, что все равно вот эта форма, она во многом похожа на босоногую обувь. Но это не босоногая обувь. Почему? Потому что в босоногой обуви подошва тоненькая. Для того, чтобы чувствовать каждое изменение поверхности земли. Здесь подошва толстая. И, конечно же, здесь бег не относится никаким образом к босоногому бегу. Хотя функционально передний отдел широкий и не зажимается. Итак, друзья, первые ощущения от пробежки в кроссовках Альтера. Ну, во-первых, то, что Zero Drop, а я-то обычно бегаю либо с пятки, либо со середины стопы, возникла такая ситуация, что с пятки я в этих кроссовках бежать не могу. То есть, бежал я исключительно с середины стопы, но и бег получается такой интересный, понимаете? То есть, когда ты мягко приземляешься на пятку и потом плавный перекат, да, это получается достаточно тихо. А когда ты бежишь с середины стопы, получается такое шлепанье. То есть, звук такой разносится далеко по округе. Это первый момент. То, что пальцы свободны, конечно, ощущение потрясающее. То, что передний отдел широкий и просто полная свобода для пальчиков, это, конечно, уникальное ощущение. Вот. В горку бежать, в принципе, привычно, потому что когда ты в гору бежишь, ты больше нагружаешь передний отдел и стопы, да. А вот с горки, в принципе, даже и пятка задействуется. Но если вы бегаете по горизонтальной плоскости, да, например, по кольцу, вот, это сугубо бег для тех, кто бегает с середины стопы или с носочка. Поэтому если для вас привычный бег с пятки, наверное, вам эти кроссовки не подойдут. Но если вы бегаете с носочка, почему бы и нет? Это очень хорошая опция для таких спортсменов. Из неприятностей. Дважды, вот, за 6 километров, разряжались шдурки. Это какое-то безобразие. Вот. То есть на моих предыдущих кроссовках я бегал в Найках, вот, самых обычных. Вот. И там не развязывали шнурки. А здесь дважды. Хотя я их затягивал вполне достойно. Поэтому это проблема. И я даже начал думать, уж не купил ли я какие-то левые кроссовки Альтра, да. Да вроде бы оригинал. В общем, посмотрим. Возможно, если это будет продолжаться, придется шнурки заменить. Вот. А так, в целом, кроссовки хорошие. Вот. Но подойдут не для всех. В целом, мои ощущения от этого типа обуви положительные. Очень приятное ощущение широкого переднего отдела. Очень приятное ощущение того, что нет каблука. И бег становится более физиологическим, на мой взгляд. Возможно, вы будете иметь какое-то другое мнение. Особенно, если у вас есть проблемы с ахиллом, наверное, все-таки лучше оставить модели обуви с каблуком, да, с дропом. Но, тем не менее, возможно, вам есть что сказать по этому поводу. Напишите это в своих комментариях. А я, как врач-ортопед, возможно, тоже прокомментирую что-нибудь по этому поводу. И обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Там еще больше интересной и полезной информации. Пишите в комментариях, какие темы вам интересны. Мы их тоже можем разобрать. Потому что мой канал создан для вас, чтобы приносить максимальную пользу. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!